Товарищ контр-адмирал, войска местного Гаджиевского гарнизона по случаю торжественного молебра прибытия главной иконы вооруженных сил Российской Федерации построены. Доврыл командир 24-й дивизии контр-адмирал Старшинов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ контр-адмирал! Торжественное построение приветствия и гумена вакуум приглашают офицеров-подводников в храм принять участие в молебне и поклониться святыне. В душах подводников это знаменательное событие, конечно, очень поможет в дальнейшем для прохождения воинской службы, поднятия боевого духа, а также в системе духовно-нравственного воспитания. Написана икона на досках пушечного лафета 1710 года, который подняли со дна реки Невы. Сделан он был из лиственницы. Пролежав долгое время в воде, не утратил своей прочности. А частью конструкции иконы стал приклад русского оружия, винтовки Мосина. На ней дата 1944 год. Еще до петровских времен образ спаса нерукотворного был, скажем так, официальным флагом, знаменем нашего российского воинства. После стали изготавливать такие вот иконы, носили их в походы и так далее. Здесь, в Гаджиево, икона пробудет недолго. Уже 13 февраля она продолжит свой путь. Доставят ее в храмы Печенге, Северодвинска и Архангельска. За все время своего пути икона спас нерукотворный побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений воинских частей. Преодолеет расстояние около 60 тысяч километров. А после направят ее в главный храм Вооруженных сил России в Москве, где и будет храниться икона.